доброго дня сегодня буду говорить немного тише чем обычно но постараюсь потом выровнять звук вчера смотрел прямую линию с президентом что сказать как всегда силен мне понравилось это те редкие моменты когда можно лежа на диване несколько часов думать о чем-то просто отдыхать а если еще и комментировать по ходу можно довольно весело провести время да и не так часто все же проходит это мероприятие можно себя заставить отвлекусь немного но по теме у меня по всей улице раздолбанный тротуар и вот я подумал надо кого-то наверное шевельнуть всякие площади и скверы перестилают тротуарной плиткой раз в два года а улицу на которой я живу два раза в год перекапывают трубу прорвет ее выкопают варят метра два в гниль закопают через несколько месяцев прорыв рядом с новым куском к работягам раз подошел спросить когда закончит холодно дом и разговорились они оказывается у нас в командировке вот откуда я не помню уже точно из волгограда по моему 800 километров своих то нет ведь у нас так вот я про трубу спросил говорят вся она гнилая менять надо все уже давно но уже к х у нашего нет средств есть только два метра трубы два раза в год до работников выписать за тысячу верст они приехали сделали уехали все в грязи поломанный асфальт местами вообще его нет и всем по барабану абсолютно и вот решил шевельный да решил записаться на прием к депутату посмотрел депутаты принимают население в месяц один раз 27 числа и всего два часа это же охренеть я посмотрел на телефоне первое число ну нереально планировать так вот смотрю прямую линию думаю над форматом проведения встреч раз в год несколько часов дарить подарки счастливчиком ну или просто отвечать на какие-то пустые вопросы в общем стрим хорошо что хоть за ответы на вопросы не просят донаты как некоторые стримеры зрители в студии жалко столько времени ни в туалет не покурить тут и хороший водевиль не выдержишь столько времени сидеть а уж плохой спектакль и вот эта армия желающих задать какой-то глупый или никому не интересный вопрос руки взлетают вверх при каждой паузе и зритель ждет вот сейчас точно кто-то спросит а важно нет снова белый шум год от года одно и то же хотя нынешнее высказывание президента про зарплату немного отличалась от его обычного мне нет повода не соглашаться со статистикой тут он хотя бы постарался объяснить почему объявленная средняя зарплата по региону так раздражает зрители его канала ну потому что она разная у всех и не надо сердиться надо поднимать экономику вот поднимем экономику и зарплата тогда конечно же повысится но надо еще лет двадцать ну примерно но это не точно и вот я чувствую что заживу хорошо прям вот в один год с капремонтом моего дома он как раз намечен на 59 год ну или не доживу и вот эта мысль она раздражает как история с депутатом два часа один раз в месяц а я-то думаю почему депутата не видел никогда а этот товарищ тоже стримит раз в год по 4 часа недостижимые люди и события президент депутаты капремонт пенсии и вот я смотрел и все ждал вопрос по шиесу на удивление полная тишина или удивление тут и ни при чем в принципе так и должно было быть вот он в действии один из приемов властей замалчивание они когда страшно им или сказать совсем нечего просто молчат делают вид что ничего не происходит на дурачка ты его спрашиваешь он глаза в сторону вверх поднял и что-то там насвистывает и ничего тут не сделаешь на теле карать бесполезно многие по-любому проверяли кстати я позавчера кажется залил на канал ролик про шиес два раза за первые сутки просмотра останавливались на несколько часов в итоге сильный и нужный ролик не набрал и 30 тысяч и так со многими очень важными вопросами и стрим президента не исключение модератора у него работают сильно и получается вот этот стрим это просто еще один новый год только летний и для подписчиков канала путина а подписчики они всегда помогут любимому стримеру всегда поддержат потому и пишут в комментариях все правильно нужно же мусор куда-то девать так и хочется ему сказать а давайте к вам возить вот к таким умным наверняка же у вас есть лес какой-никакой поля степи мусор нужно перерабатывать они заваливать им отдаленные регионы засрут архангельскую область будут в какую-нибудь другую возить страна огромная и деньги на этом огромные когда власть сменится это будет скорее всего вместе с подъемом экономики и капремонтом моего дома так вот к тому времени мы успеем засрать уже всю страну а эти ребята которые там часу руля они или уже с копыт слетят или доживая на шестых-седьмых сердцах как рокфеллер просплывутся по частным островам а наши дети и внуки снимут однажды наушники оторвут глаза от смартфонов и обалдеют от ужаса и понимания того что сами они нихрена уже давно не могут и да не могу не упомянуть справедливости ради обещания доплачивать в среднем 10 тысяч рублей родителям воспитывающим детей до трех лет тут думаю никто спорить не будет полезное нововведение и удивило выражение лица путина бутон действительно гордится этим новым решением так уж он об этом говорит большие новости прямой линии возвращаясь к теме пробега в принципе это нужно но вы решили по засть жаль только что это все пока в планах а планы часто меняются также президент рассказал о средней зарплате по россии поднялась она говорит с 33 до 45 тысяч а это весьма неплохо могло бы быть если бы было правдой у владимира владимировича интересное восприятие ему зачитывают смс-ки в которых люди жалуются что получают по 10 тысяч в месяц и спрашивают когда будет исправляться ситуация на это президент отвечает что 10 быть не может и бумрод сейчас 11 280 а средняя зарплата выросла за последний год более чем на 10 тысяч и обязательно добавляет с этим надо разобраться гражданин президент мы это слышим уже десятки лет может пора уже начать разбираться ведь такие вопросы задают живые настоящие люди мой земляк вот например написал в этот раз а вы нам пихаете уже 20 лет эту мертвую вату про растущие средние зарплаты но так до сих пор и не попытались действительно разобраться и что-то поменять народ ведь потому и не верит что слышит только пустопорожную болтовню по большей части и да еще понравился ответ президента на смс-ку которую он сам и зачитал значит прямая линия это шоу спецслужб уверяю вас я понимаю что это вопрос с подтекстом но я вас уверяю никакого отношения ни одна спецслужба россии к сегодняшнему мероприятию не имеет ведь очень странно и нелогично на утверждение это шоу организовано спецслужбами отвечать я уверяю вас что никаких спецслужб россии тут нет так и подмывает спросить а какие есть я не люблю всякую конспирологию но тут она сама напрашивается почему-то вспомнился анекдот когда мужик собираясь жениться рассказывает приятелю что хочет покрасить член в зеленый цвет тут спрашивает зачем тебе а я горит разденусь первую брачную ночь она увидит и спросит а почему он у тебя зеленый а я спрошу а где ты видела белый это как у рыбака сидящего на пруду спросить тут наверное много разной рыбы а он ответит нет осетр сюда не заплывает и не ответил нормально и не соврал вроде бы в общем подозрительно это все только на днях спорил с приятелем который доказывал мне что в россии всем заправляет цру после этих слов путина вспомнил об этом и закрались сомнения вот пожалуй и все впечатления от прямой линии хотя вру очень удивило появление на стриме пучкова гоблина но еще сильнее удивил его то ли вопрос то ли инициатива а давайте говорит будем сажать в тюрьму за вбросы фейков в сети гражданин гоблин ну неужели эта тема вас так сильно волнует ментовское прошлое не дает себя забыть что за мудацкое желание сажать побольше и почаще один блогер собирается исками завалить несогласных с его мнением другой предлагает чаще сажать какая-то заразная хрень мне кажется давно уже нужно сажать заодно только предложение сажать у нас половина заключенных сидят ни за что давайте увеличим их количество решать фейк или не фейк пусть будет гоблин до в конце стрима президент рассказал про бабку которая дала ему записку но записку эту бездарно потеряли ему так теперь стыдно об этом вспоминать что аж слезы на глазах а я вот не верю смотрю на эти мокрые глаза и не верю хотя я и сам чуть не прослезился если честно как услышал что стрим заканчивается и не мог реально слез сдержать надеюсь никто не будет накидываться на меня с критикой за то что я в очередной раз кому-то не поверил в общем если доживу до следующей прямой линии и вести ее будет опять президент путин то я торжественно обещаю не делать никаких роликов по ней если она будет такой же как и всегда пустой и бессмысленной но самое главное владимир владимирович все же сказал он совсем не устал еще быть президентом вам не надоело быть президентом нет иначе я бы не не стал баллотироваться на этот срок а это небольшая дописка и прежде чем проститься объясню почему говорю в ролике вчера посмотрела ролик заливаю еще через день пока занимался записью мне позвонили и сказали что у меня горит сарай это было уже за полночь пришлось все бросить и мчаться на борьбу с огненной стихией сарай был спасен а время было утеряно безвозвратно но решил все равно ролик опубликовать пусть и с опозданием и да сразу скажу что она восстановление сарая ничего не нужно но в то же время не могу не поблагодарить всех за материальную поддержку и любое участие всем удачи